В Фреднестрове отметили День защитника Отечества. 23 февраля отдают дань уважения и признательности военнослужащим, ветеранам армии и флота, воинам-афганцам, семьям тех, кто был или остается в ратном строю. По традиции, горожане несут цветы к вечному огню в память о павших на полях сражений. Этот праздник объединил целое поколение военнослужащих. Федор Маланчук не понаслышке знает об ужасах войны. Его внуку есть на кого равняться. Воин-интернационалист служил в Афганистане. Под обстрелом приходилось бывать ежедневно. Поздравляю ветеранов. Их, правда, мало осталось. Здоровье, счастье, благополучие и желание побольше заботы о них. Их мало осталось. Почему-то мы забываем. Хотим только новую историю, а старую забываем. Память наших дедов, родителей, отцов. Мы без этого никак не можем. Это День защитника Отечества. Живем в стране, ее надо защищать. Поэтому это, без всякого сомнения, очень важный и нужный праздник. Тем более, что он того достоин. Вся история советской армии говорит только об одном – что без нее не было бы этой страны. В День защитника Отечества торжественная церемония на площади героев – это традиция. Здесь покоятся останки воинов-освободителей, павших при защите Бендер в 44-м году. От имени главы госадминистрации Андрей Диордиев выразил благодарность всем, кто служил и несет вахту службы сегодня. От лица государственной администрации города Бендер примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества. Этот праздник воинской славы, когда мы отдаем дань уважения и признательности нашим ветеранам и выражаем слова искренней благодарности тем, кто сегодня стоит на страже границы родной земли, посвятил свою жизнь поддержанию суверенитета Приднестровского государства. В этот день мы вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, спасших мир от коричневой чумы фашизма. Мы вспоминаем подвиги воинов-интернационалистов, защищавших интересы Родины далеко за ее границами. Мы вспоминаем подвиг защитников нашей республики, которые в 92-м году защитили наше право говорить и думать на родном языке. В рядах нашей организации городской всего 19 фронтовиков. Из них только трое могут передвигаться самостоятельно, остальные прикованы к постелям. Мы все помним о них, мы говорим о них, мы сообщаемся, общаемся с ними. Мы надеемся, что они встретят этот праздник, 75 лет победы в Великой Отечественной войне Советского народа над фашистской Германией 41-45 года и в добром здравии. Поздравления в этот день адресованы всем поколениям защитников, ведь именно они являются примером для современной молодежи. Я считаю своим долгом почтить память погибших людей, потому что они отдали свою жизнь за то, чтобы мы жили мирно, чтобы мы жили в любви, в доброте, чтобы с нами было все хорошо. Это не просто праздник мужчин, это праздник тех, кто защищал Родину и готов это сделать сегодня. Потому что спорят иногда, я тоже защитник, я семью свою защищаю, детей свою защищаю, те, кто не служил. А я говорю, что защитник тот, кто и сегодня готов к этому, а это те, кто служит, вот те, кто носит погоны. Память павших защитников Отечества почтили минутой молчания. Первые лица города, ветераны, общественники и жители Бендер возложили цветы к мемориалу воинской славы.